Я приветствую зрителей канала и сегодня решил сделать небольшой сюжет о сносе еще одного объекта по информации от одного из вас. Мы находимся в Москве на Ленинском проспекте и этот объект гостиница Спутник. Поздно мне сказали про этот снос, но если я правильно ориентируюсь в ситуации, то Крашмаш, задействованный в сносе Ховринской заброшенной больницы, пригнал экскаватор Демон с гидравлическими ножницами и вот он достаточно быстро и подчекал гостиницу. Зрители могли видеть в других моих видео, как работает такой агрегат. Ссылочка есть в правом верхнем углу. К моему удивлению, здесь постоянно пропадает сигнал, хотя коптер не отлетал дальше 100 метров. Просто перестает передаваться картинка на пульт и предупреждение о сильной магнитной интерференции. В таких условиях любые маневры достаточно опасны. Но пока вроде держимся. Но разглядеть то, что осталось от здания, мы можем. Если вам там не удавалось раньше побывать, то вот, пожалуйста. Движухи, правда, немного. Итак, этот трехзвездочный отель начал свою работу в 1967 году. Был реконструирован в 2008. Изначально предназначался для размещения функционеров ВЦСПС и их зарубежных коллег. Частыми постояльцами были и представители делегаций иностранных государств. В итоге спутник еще многие годы сохранил свою актуальность, заняв достойное место в списке легендарных советских отелей. Интересно, были ли здесь жучки и другая спецаппаратура в стенах? Возможно, его популярность объяснялась еще и местоположением. В шаговой доступности расположены крупные парковые зоны. Это нескучный сад, парк имени Горького, природный заказник Воробьевы горы и спортивные объекты. Комплекс Лужники, бейсбольный стадион МГУ, ледовый дворец и спортивно-оздоровительный комплекс Чайка. 28 апреля 2016 года началась подготовка к сносу здания. Уже тогда были опубликованы планы на эту территорию. За зданием гостиницы решено было построить комплекс апартаментов, а на месте самой гостиницы должны разместиться отели Holiday Inn и Apart Hotel Stay Bridge. Перед зданием гостиниц вдоль дублера Ленинского проспекта расположится четырехэтажный торгово-офисный центр, а под зданием будет подземная парковка. Однако в тот момент начавшиеся работы по сносу вызвали недовольство местных жителей и были временно приостановлены. Гостиница продолжала свою работу в штатном режиме до 1 марта 2018 года. Тогда она и была закрыта окончательно. Летом того же года, я, кстати, прозевал этот момент, начались работы по разборке здания. Поступить так же, как с гостиницей Sport и просто взорвать здание не позволяла окружающая застройка. Завершить снос планируется к концу этого года. Наш летающий друг помог нам заглянуть внутрь гостиницы, точнее в некоторые коридоры и комнаты, которые от нее остались на текущий момент. Подлететь ближе и поснимать подольше в этом конкретном месте у меня не получилось, так как в процессе съемки ко мне обратился охранник с просьбой прекратить полеты на данной территории. Но я человек миролюбивый и не стал настаивать на обратном. Посадил коптер и поехал монтировать видео для вас. Впереди нас ждет еще очень много интересных объектов, в том числе и те, которые подсказали мне вы, мои зрители и подписчики. Будьте на связи, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok